Однажды на лекции Общество 21 сентября 16 Однажды на лекции И немного о социально-экономических аспектах проблемы На Востоке говорят, скорость движения каравана определяется скоростью самого ленивого верблюда Так вот, в караване телевизионной модернизации самым ленивым верблюдом проявляет себя Телезритель Точнее, желание и готовность самого зрителя получать вместо аналоговых передач цифровые Иногда здесь срабатывает инертность, но чаще всего материальный фактор На определенном этапе цифровой революции в большинстве стран становилось очевидным Далеко не все семьи могут позволить себе затраты на телевизионную технику нового поколения А со старым приемником цифровой сигнал несовместим Между тем для миллионов людей телевидение единственное окно в мир Отсюда серьезный риск, пустив дело на самотек Оставить значительную часть населения без экстренных оповещений Войны, другие чрезвычайные ситуации А это уже угроза национальной безопасности Поэтому везде понадобился некий переходный период На протяжении которого в зоне действия каждой телестанции Одновременно работали бы два передатчика Цифровой и аналоговый С тем, чтобы любую программу один передатчик выдавал в новом формате Другой в старом И подобное дублирование являлось обязательным вплоть до того дня Когда как минимум 95% домохозяйств заимеют цифровой телевизор Либо оснастят старый телевизор специальной приставкой и декодером По логике вещей, любое государство должно было стремиться к тому Чтобы переходный период оказался как можно короче Интересно, как подошли к этому делу в США Поскольку цифровая технология многократно увеличивает пропускную способность полосы радиочастот Высвобождая немалое количество телеканалов Американские власти сделали оригинальный маркетинговый ход Они стали продавать свободный частотный ресурс Цифровой дивиденд, коммерческим предприятиям связи А на вырученные средства субсидировать владельцев старых телевизоров Каждая семья, не имеющая цифрового приемника Стала получать от государства по 240 долларовых купона То есть Всего 80 долларов На которые она могла или купить приставку Или, добавив свои деньги, приобрести новый телевизор На это было выделено из казны полтора миллиарда долларов Идея материальной помощи малообеспеченным телезрителям вызревала и в России В 2008-2009 годах, готовя для правительства проект федеральной целевой программы Специальная межведомственная рабочая группа внесла в перечень бюджетных расходов 18 миллиардов рублей для обеспечения бесплатными цифровыми приставками низкодоходных слоев населения Однако в окончательном тексте ФЦП данной расходной статьи места не нашлось Рекомендованная специалистами цена всей программы составляла 150 миллиардов рублей А утвержденная ВВ Путин им оказалось оптимизировано до 122,4 миллиарда Сегодня занятно смотреть в новостях, как суетливо, сумбурно власти на местах доводят удельный вес оцифрованных зрителей до необходимых 95%, без чего нельзя отключить аналог по всей России И действует кто во что гораст В регионах что побогаче закупают приставки чехом и направляют их с волонтерами в дом обедняков для установки и подключения В других случаях малоимущие сами приобретают цифро-налоговые преобразователи, а органы соцзащиты компенсируют стоимость приставки или ее часть Где-то возмещают 3000 рублей, где-то 2, а там, где дома пониже да асфальт пожиже, штука отделываются Как видно, не только высочайшее разгильдяйство, но и высочайшее скупердяйство явилось причиной того, что национальная программа стала национальным позором Впрочем, в институтской аудитории этот тезис напрямую не оглашается, он принимается по умолчанию Итак, вы умозрительно побывали на нескольких занятиях, а пригласивший вас преподаватель по ходу дела давал понять, какие сверхзадачи ставил перед собой в процессе изложения материала Почему решил обобщить свой опыт, поделиться размышлениями? Полагаю, это поможет лучше уснить резервы идейно-воспитательного воздействия на студенчество А усиление, совершенствование такой работы в велении времени В обществе формируется заказ на левый поворот, что особенно ощутимо и актуально в среде учащейся молодежи Совсем недавно моя душа возрадовалась, блестя глазами, говорила на красной линии Наталья Яковлева, ведущий научный сотрудник одного из академических институтов В МГУ на философском факультете пройдет форум молодых марксистов Туда только слушателями записались 300 человек Мы как организаторы даже не забронировали такой большой аудитории На моей памяти такого наплыва молодежи не было Чем вы это объясняете? Спросил телеведущий, публицист Дмитрий Аграновский Тем, что выросло новое поколение Дети, которым капитализм претит Дети, которые интересуются марксистской теорией, причем современным ее преломлением Точка зрения, 30 апреля 2019 года Ну а меня точно так же тронул отчет в нашей газете о встрече студентов и преподавателей Санкт-Петербургского университета Сэганом Крэнцем Последним генеральным секретарем партии коммунистов ГДР По свидетельству Олега Севергина, просторная аудитория была заполнена до отказа Всем желающим не хватило места, и люди стояли в коридоре Во время выступления Крэнца стояла полная тишина, и слушатели даже отказались от традиционного перерыва После окончания официальной части встречи еще как минимум час собравшейся не отпускали гостя Он давал автографы, фотографировался со студентами, обменивался рукопожатиями Лекция стала демонстрацией огромного интереса немалой частью современной молодежи к перспективам идей социализма СССР, 18 июля 2017 года Наверное, и вы, читатель, обратили внимание на результаты исследования в ЦИОМ 62% опрошенных россиян высказались за установку памятных знаков в честь ИВ Сталина Но что самое примечательное, среди участников того опроса в возрасте 18-24 лет сталинистов оказалось 77% А ведь эту возрастную группу в России представляют именно студенты, ибо сейчас практически все 18-летние выпускники средних школ поступают в высшие учебные заведения Кстати, в советское время было 25% Каждое утро студенческие аудитории страны заполняют 4,5 миллиона юношей и девушек Ныне в эту социальную прослойку входят граждане, родившиеся в 1996-2001 годах Они не имеют непосредственных жизненных представлений о порушенном социализме Но, успев почувствовать жестокую реальность капитализма дружков, даже в свои беспечные годы с тревогой посматривают в будущее А в мире взрослых нарастает идея на политическое противоборство И дети ЕГЭ, сделав профессиональный выбор кем быть, неизбежно оказываются перед гражданским выбором с кем быть Впрочем, как уже отмечено, по второму вопросу становится все больше определенности Вот еще один социологический факт Одновременность в ЦИОМ, изучавшем отношения к ЕГЭ Сталину, другой известный исследовательский центр, ФОМ, выяснял популярность различных идеологических теорий И здесь оказалось, наиболее привлекательной для наших соотечественников идею социализма Это в целом, по всему массиву опрошенных А по возрастным категориям обнаружилась следующая картина Удельный вес симпатизантов к социализму В возрасте старше 30 лет 25% В возрасте от 25 до 30 лет 28% В возрасте от 17 до 25 лет 35% И опять левее всех фактически та же студенческая группа респондентов Перед нами уже тенденция Оппозиционный настрой аудитории Ее левое дыхание все больше ощущают те, кто занимается с вузовской молодежью Историческая память начинает работать, делится впечатлениями ученый Философ В.Н. Шевченко Дети, студенты вдруг начинают говорить советским новоязам Будто они имеют советский опыт У нас была такая стипендия, которой сегодня нет У нас в советское время было государственное распределение Здесь будет самое время обратить внимание на преподавательский корпус Даже невооруженным социологией глазом можно констатировать Среди вузовской интеллигенции еще значительно доля профессионалов Получивших системное советское образование Достигших ученых званий по высоким критериям ВАГ СССР Личный опыт общения с коллегами этого возраста, 55+, показывает, что большая и лучшая часть из них по-прежнему разделяет социалистические воззрения Ну а благодаря подоспевшей пенсионной реформе наши кадры еще подзадержатся на факультетах и кафедрах Напрашивается вывод Траектории красной профессуры и отчетливо краснеющего студенчества объективно сближаются Мы имеем все предпосылки к тому, чтобы активизировать и сделать необратимым левый поворот в массе критически важного поколения россиян Для целенаправленных усилий в этом направлении есть вполне подходящие, как мне кажется, рабочие названия Его ненароком подсказал в одном интервью известный политолог Сергей Карамурза Я думаю, патриотам надо сейчас сосредоточиться на теневом обучении молодежи Теневое обучение Пойдет Как вариант, параллельное обучение Или, если хотите, политический ликбез в процессе преподавания любой дисциплины Теневое обучение студентов мыслится как дополнительная педнагрузка преподавателя социалистической ориентации Нагрузка дополнительная, но не сверхурочная Строго следуя официально утвержденному плану в заданных объемах учебного времени, преподаватель коммунист или сочувствующий КПРФ, назовем его красный профессор, исподвольд решает еще как минимум три сверхзадачи 1. Восстановление истины об эпохе СССР 2. Показ достигнутого при социализме в сопоставлении с итогами реставрации капитализма в России 3. Формирование у слушателей четкого представления о тупиковом характере курса, проводимого нынешней властью, о ее неспособности вывести страну из системного кризиса 4. Названные сверхзадачи решаются по принципу параллельного действия или параллельной операции А.С. Макаренко Что имеется в виду? Излагается, к примеру, узкоспециальная тема Ну, скажем, смена поколений телевизионных технических средств Преподаватель как профессионал последовательно раскрывает ключевые вопросы темы, дает те или иные определения Естественно, привлекает и фактический материал И вот тут наш красный профессор отличается от своего коллеги чистого технократа тем, что не упускает возможности озвучить и такую информацию, которая побуждает к сравнениям, к размышлениям типа было и стало, прежде и теперь, у нас и у них, а нам говорят, будто и т.п. Но он не навязывает собственных резюме Выдерживая внешне отстраненный, академический стиль подачи материала Он лишь иной раз подбросит вопрос, отпустит реплику, подскажет актуальную аналогию Методика теневого обучения видится именно в том, чтобы политически значимые факты сами говорили за себя, подводя слушателей к определенным умозаключениям А вот идейный наставник, создавший подобную учебную ситуацию, оставался в тени Непременным условием эффективности такого воздействия является его ненавязчивость Видите, вновь заостряю внимание на этом моменте Ну а насколько он важен, известно еще со времен великого А.С. Макаренко, который настойчиво предупреждал Педагогическая поза даже в самой малой степени не должна, по нашему мнению, быть заметна колонисту Всякое педагогическое устремление должно быть хорошо спрятано в кабинете организатора В живом быту коммуновоспитанник не должен чувствовать себя объектом воспитания, А.С. Макаренко Школа жизни и труда, воспитание 1921-1928 годы Н. Новгород, 2007, страница 165 Воспитанник не должен чувствовать себя объектом воспитания Педагогическая заповедь на все времена Как и мы в свое время, помните, не учи меня жить, лучше помоги материально Новое поколение не жалует менторский тон, а тем более политический прессинг Бывает, чуть пережмешь с пропагандистским посылом и тут же ощущаешь потерю контакта, молодые слушатели мгновенно замыкаются в себе, словно улитки И напротив, идеальный вариант это когда нити политического просвещения органично вплетены в лекционную ткань, когда пропагандистские устремления лектора растворены в глубинном течении и адресуемой студентам учебно-научной информации Обеспечить подобную конвергенцию знаний помогают два методических приема Надо, во-первых, предлагать вниманию обучаемых исторический срез своего предмета и, во-вторых, в плоскости данного среза обозначать советскую составляющую И педалировать Педалировать эту составляющую Терпеливо, методично, настойчиво Но неназойливо, очень и аккуратно Учтем и такой нюанс Вариации на тему было и стало не следует подавать исключительно в черно-белых красках В том смысле, что раньше все было хорошо, а сейчас, мол, стало все плохо Пропаганда социализма наилучшим образом срабатывает тогда, когда она диалектически правдива Когда при показе достижений мы не скрываем противоречивый характер некоторых позитивных процессов Опять же сошлюсь на экскурс в экономическое прошлое телевидения Из моего краткого исторического обзора слушатели узнают, что при социализме система Магастель радиовещания, встроенная в единый народно-хозяйственный комплекс Союза СССР, развивалась вполне успешно Так, в 1940-1980 годах трижды обновлялись технические средства отрасли, постоянно повышалась зарплата персонала, расширялась сеть ведомственных социальных объектов Однако и недостатки давали о себе знать Больше всего донимали жесткая регламентация в административно-хозяйственной деятельности и уравниловка в оплате труда Они настольно тормозили процесс, что в 1987 году было принято специальное правительственное постановление о расширении прав гостей ради СССР и подведомственных ему организаций Но это разговор особый Здесь же отмечу, признание отдельных, пусть даже существенных, минусов не ведет к ревизии студентами очевидных плюсов советского строя При том, что лишний раз укрепляет доверие к источнику информации Есть притча У сороконожки спросили Слушай, у тебя столько ножек и как же ты с ними управляешься? Сороконожка задумалась и стала спотыкаться Вот так и ваш покорный слуга оказывается, годами занимался теневым обучением студентов А когда шло до обобщения, осмысления собственного опыта, изложить за один присест не получилось Далеко не сразу удавалось перенести на бумагу казалось бы очевидное То, что, как говорится, нутром чуешь Да и сейчас не уверен, что все написанное будет принято без вопросов Но если редакцию заинтересует тема размышлений и материал увидят свет Читатели советской России, наверное, в чем-то поправят автора Назовут и на игра не подняты проблемы Подскажут более удачные средства ее решения Ну а на случай вероятной дискуссии еще раз уточним ключевое понятие Теневое обучение Да, это не научный термин, скорее метафора Но здесь перед нами не столько фигура речи, сколько программа действий Предметом теневого обучения является внесение в сознание студентов идей социализма в процессе преподавания любого предмета Оно осуществляется путем параллельного воздействия на обучаемых идеологически значимыми Но при этом органично связанными с темой занятия цифрами, фактами, живыми примерами и т.п. При незаметности самого воздействия Широко известен клич воздушных десантников «Никто, кроме нас» Эти слова мог бы взять своим девизом и корпус красной профессуры В том смысле, что никто, кроме преподавателей социалистической ориентации Не способен столь же эффективно приобщать студенчество к делу КПРФ, Комсомола, Левого фронта Других национально-патриотических сил и движений, поднимающихся на спасение России Осознанный переход 18-24 летних на позиции КПРФ и ее союзников стопудово страшит офшорно-бюрократический режим Не имея за душой альтернативы идеалам социализма, федеральная пропагандистская машина, ведомая антисоветчиком номер один Продолжает тупо демонизировать СССР, а в наставнике юношества мобилизует наемных блогеров, рэперов, рокеров, шауминов и прочих духовных рейдеров Последние пускаются во все тяжкие, чтобы отвлечь молодежь от политики, погрузить ее в виртуальный мир экстрима Экзотики, дешевых сенсаций, острых ощущений, новых и новых поветрий и молодежной субкультуры Увести от суровой реальности тропой ложных солнц Дж. Лондон Только победив интеллектуально, мы можем победить политически Так говорил основатель итальянской коммунистической партии крупный теоретик марксизма Антонио Грамши В приведенные слова стоило бы как следует вникнуть всем честным, прогрессивно мыслящим работникам высшей школы Осознать, что потенциал той победы, которой жаждет абсолютное большинство россиян, имеет свойство накапливаться в учебной аудитории И потенциал этот непременно сработает, пусть даже с отсроченным эффектом Это когда наши питомцы с дипломами специалистов окунутся в труды и заботы, в сомнения, поиски и тревоги, в борьбу Молодость героическая пора в жизни человека А пока стрелки на стенных часов методично отщеркивают очередные пятиминутки Звучит размеренный лекторский голос, отображаемый в бегущих строках студенческих конспектов Изменение сознания начинается с изменения знаний А далее следует процесс, знание убеждения действия Вдруг вспорхнет над тетрадной страницей чей-то ясный и вдумчивый взгляд Вот она, моя синяя птица Этим счастлив я, этим богат Окончание Начало ВСР номер 103 за 17 сентября 2019 года И номер 104, голос народа, за 19 сентября 2019 года Краснодар Олег Джигиль Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова